МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Ольга Алексеева. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Нет дыма без огня. В Республике идет активная работа по предотвращению пожаров. 150 лет печатному слову. В Республике проходят мероприятия, посвященные Дню Чувашского языка. Победные шаги. Мастер спорта из Чувашии Виктор Семенов выиграл чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов. В апрельские дни многие жители Республики, несмотря на предупреждения, жгут на приусадебных и дачных участках сухую траву и мусор, оставшиеся после зимы. Между тем, именно это становится причиной весенних пожаров. Какова альтернатива этому методу, узнали мои коллеги, побывав в Янтиковском районе. В Тимирском сельском поселении Янтиковского района очередной весенний субботник. Уборкой мусора и сухостоя занимаются ежегодно, как на придомовых участках, так и на общественных. Мы каждый год собираемся и делаем субботник. Мусор – это мелочь, контейнер, а большие – это забирает мусоровозка. Потом как это все соберем и увозят на свалку. Активнее всего уборка ведется в пожароопасный период. Территорию вычищают досконально. Кучи сухого мусора растут на глазах. Однако костров никто не разводит. Ничего не сжигаем, все убираем, мусор убираем и собираем мусорные контейнеры. И централизованно вывозим полигон твердых бытовых отходов. Мы специально заключили МУП ЖКХ договор. Они нам в неделю два раза приезжают. По вторникам и по пятнице. Вот сейчас наступление весны. Количество отходов мусора резко у нас увеличилось. Люди делают уборку в своих домах, в своих придомовых территориях. Это очень отрадно, хорошо. И весь этот мусор мы вывозим своевременно. То есть, если у нас раньше зимой было 2-3-4 машины в день, то сейчас 15-17 машин в день мы сейчас вывозим. Отдельный комплекс мер предусмотрен и по профилактике пожаров в лесной местности. С 25 апреля по всей Чувашии начнет действовать особый противопожарный режим. В Янтиковском районе к нему подготовились своевременно. В целях обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2021 года на территории Янтиковского района проводятся рейдовые и плановые осмотры в части соблюдения и очистки территорий, прилегающих к лесу от сухой травинистой растительности, мусора и других горечких материалов. Также создание противопожарных мини-разумных полос. За нарушение правил противопожарного режима существует ответственность в виде административного штрафа на граждан от 2000 рублей, на юридических лиц от 200 тысяч рублей. Ульяна Питакова, Георгий Кривошейн, Республика. Врачи Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войны регулярно выезжают в отдаленный район Чувашии, чтобы оказать медицинскую помощь людям старшего поколения. Исключение составило лишь прошлый год по понятным причинам. На этот раз медработники побывали в Алатарском районе. Мобильные бригады из местных районных поликлиник регулярно выезжают к пожилым людям на дом. А вот с профильными специалистами сложнее. Поэтому приезд докторов из столицы – повод проверить свое здоровье. На нашей территории сейчас проживает 412 пациентов, которые имеют данную категорию, участники Великой Отечественной войны. Ежегодно, конечно, нас курирует госпиталь ветеранов войн. В связи с пандемией в прошлом году выезда специалистов с госпиталя ветеранов войн не было. И вот мы очень рады, что все-таки это возобновилась традиция. И наши ветераны в этом году вновь увидели специалистов, которые приехали из госпиталя. Все пациенты подают заявки на определенного специалиста. В этот раз в Алатарь приехали врач-гириатор и врач-невролог. Специалисты все в полном объеме производят осмотр. Но так как в основном контингент прикрепленный у нас, и они в течение жизни уже проходили обследование. А если каких-то обследований необходимо провести, мы, конечно, рекомендуем им. Или приглашаем уже на территорию госпиталя, или решаем на месте, например. Если человеку можно оказать медицинскую помощь, коллегам подсказываем, с чего начать, и какие-то рекомендации по лечению. На прием пришли 12 жителей. У каждого своя история болезни. Личные беседы с врачом помогают скорректировать тактику лечения хронических заболеваний. Удобно очень. Сами ехать не надо, лишние траты. Да и здоровье уже не позволяет. Частенько ездить туда-сюда. Ну, желательно, хотелось бы там побывать, в госпитале. Маленьше поправить здоровье. Врачи узких специальностей побывали также в Порецком и Шумерлинском районах. Ольга Семенова, Виктор Степанов, Республика. Через месяц, 24 мая, начнется предварительное голосование в партии «Единая Россия». Эта процедура позволит определить список кандидатов, депутаты Государственной Думы России и законодательных органов власти в субъектах страны. Регистрация кандидатов началась еще 15 марта. На сегодня в Чувашской республике для участия в предварительном голосовании зарегистрированы более 100 человек. В пятницу документы подала заместитель председателя Кабинета министров, министр образования и молодежной политики Алла Салаева. Предварительное голосование в этом году проходит по самому открытому и демократичному сценарию. Принять в нем участие может любой гражданин России, член партии или беспартийный. Это позволит жителям Чувашия назвать достойных людей, которых партия выдвинет своими кандидатами на предстоящие выборы. Решение принято по согласованию с главой нашей республики Олегом Алексеевичем Николаевым. Решение мной принято, конечно, совершенно осознанно, непосредственно связано с реализацией тех задач, которые у нас стоят, по реализации программы или стратегии, которая принята у нас в Чувашской республике по социально-экономическому развитию. Я являюсь членом партии «Единая Россия» уже около 15 лет, и решение участвовать в предварительном голосовании, безусловно, и опыт моей работы в исполнительных органах власти дает понимание о системе, о подходах, которые могут быть эффективны при работе уже на федеральном уровне. Сегодня же участником предварительного голосования стал депутат Госдумы России Леонид Черкесов. Голосование будет электронным, выбрать достойных можно, не выходя из дома, через портал госуслуг. Прием документов будет продолжаться до 29 апреля. Предварительное голосование за будущих кандидатов от партии на выборах пройдет с 24 по 30 мая. Татьяна Молокова, Павел Редков, Республика. Продолжается рассмотрение работ, представленных на соискании государственной премии Чувашской республики в области естественных и технических наук. Всего подано три работы. Члены комиссии обсудили одну из них. Это монография, линейное программирование. Авторы издания – кандидаты физико-математических наук Фёдор Васильев и Александр Иваницкий. У учёных более 20 совместных научных статей. Математическая дисциплина знакомит с теорией и методами решения экстремальных задач. Уникальность этой книги в том, что впервые в учебной литературе освещены малоисследованные области линейного программирования, такие как теория устойчивости, полиномиальные методы, решение противоречивых задач. Специфические термины вполне понятны специалистам. Студенты и даже научные работники найдут в монографии нужное им. Это издание можно было бы практически внедрить в деятельность непосредственно университетов, в том числе можно было бы перевести на иностранные языки, использовать для преподавания, для изучения линейного программирования в принципе по всей стране. Считаю, что очень достойная работа. Авторы не намерены останавливаться на достигнутом. Они работают над очередным изданием. Инесса Потапова, Павел Иритков, Республика. Вся эта неделя прошла под знаком чувашского языка. Его отмечают 25 апреля, в день рождения просветителя Ивана Яковлева. О сохранении и дальнейшем развитии родного языка говорили в детских садах, школах и вузах. Чувашская речь как часть мировой культуры. Чтобы объяснить это детям, в столичном детском саду номер 118 сегодня с утра звучала народная музыка, стихи и песни. В праздничной атмосфере легче воспринимается язык и его возможности. Без него трудно говорить о сохранении традиций и обычаев любого народа. Нужно с детьми говорить, во-первых, на чувашском языке, знакомить с историей своего народа, с традициями, с культурой. Когда мы изучаем чувашские, разучиваем песни, поем, дети с удовольствием их поют. У нас очень много сшитых костюмов чувашские. Дети их с удовольствием одевают и выступают в них. Радует то, что родители нас поддерживают. Они всегда активно участвуют, помогают нам, проводят с детьми мастер-классы, делятся своими умениями и мастерством. Отношение школьников к языку более осмысленное. Они изучают произведения чувашских писателей, участвуют в Олимпиадах по родной речи. В школе мы изучаем не только чувашские стихи, но и с преподавателем танцев ставим различные чувашские танцы. В этом году я участвовала в Олимпиаде по чувашскому языку, заняла третье место в районе. Мне кажется, что такие мероприятия надо проводить почаще, чтобы наш чувашский язык не забывался. Знание языков расширяет потенциальные возможности ребят. Им легче общаться со сверстниками, познавать полиязычный мир и другие культуры. Я стараюсь привить к детям любовь к родному языку. Говорю, учу их, чтобы они хорошо знали, наравне знали свой родной язык, и также русский язык тоже хорошо знали. Это все им пригодится в жизни. Я работаю учителем чувашского языка в этой школе уже 30 лет. За это время, конечно, ребята очень изменились, и, наверное, отношение к чувашскому языку изменилось. Но чувствую, что дети все равно уважают свой родной язык. На земле есть очень много разных языков. У каждого народа есть свой родной язык. Я думаю, что каждый человек должен любить свой родной язык. Екатерина Шиверова, Регина Кубайкина, Юлия Адюкова, Николай Скворцов, Дмитрий Салманов, Республика. К 150-летию чувашской письменности и национальной библиотеки в Чебоксарах прошел межрегиональный форум под названием «От публичный до национальный». В выставочном зале главного книгохранилища открылась книжная выставка. Библиотека развивается вместе с обществом и становится местом проведения досуга для людей разного возраста. Уходит в прошлое неспешно размеренный ритм, на смену приходит интерактивность, цифровые технологии, открытые читальные залы. Но во все времена библиотека сохраняет свою просветительскую функцию. Ее фонды хранят все, что издано на народном языке. В форуме принимают участие представители восьми субъектов Российской Федерации. Мы также уверенно говорим о том, что у нас сохраняется вся печатная пресса на Чувашском языке. Очень много районов газетов выходит на чувашском языке. Успешно работает издательский дом «Хабар», где целый ряд изданий, и журналов, и газет, как для взрослых, и для детей, на чувашском языке выходит. Чувашская письменность стала началом на большом и сложном пути сохранения языка и культуры. Национальная библиотека наладила отношения с многими национально-культурными центрами, работающими в разных регионах страны. Прочно вошло в практику проведения семинаров в Дни Чувашской Республики. Конечно же, создание новой чувашской письменности связано с именем Ивана Яковлевича Яковлева, нашего просветителя и педагога. Однако до создания им первого алфавита существовала старая чувашская письменность, основателем которого мы считаем Ермея Рожанского, который в 1769 году написал первую грамматику чувашского языка. Недостатком старой чувашской письменности было то, что она не передавала всех звуковых особенностей чувашского языка. Поэтому созданный на основе фонетических принципов новый букварь Ивана Яковлева получил широкое распространение. На форуме состоялась церемония награждения победителей Республиканского фестиваля конкурса среди библиотек и читателей. Выставка будет работать до 15 июня. Здесь ждут всех, кому интересна история чувашской письменности, сохранение и дальнейшее развитие родного языка. Яна Яранова, Игорь Зверев, Республика. Чебоксары вошли в список городов, где в этом году пройдет обучающая программа для специалистов в сфере развития окружающей среды в регионах России – городские практики. Ее участниками станут архитекторы, градостроители, девелоперы и предприниматели. В рамках трехнедельного интенсива с 12 по 31 июля эксперты представят лучшие практики комплексного развития территорий. В программе онлайн-лекции и очные практические семинары. Завтра Чувашия присоединится к Всероссийскому субботнику, посвященному городской среде и экологичному поведению. Он приурочен к предстоящему запуску по всей стране онлайн-голосования за объекты благоустройства. Жители республики приведут в порядок дворы и общественные пространства, вымоют скульптуры и малые архитектурные формы, покрасят лавки, соколи, если позволит погода, высадят кустарники и цветы. На интернет-ресурсах 24 апреля будут открыты онлайн-лекции, пройдут обсуждения по вопросам благоустройства и экологического воспитания. Субботник пройдет во всех муниципалитетах. В Чубоксарах начало запланировано в 9 утра на площади Победы и в 10 утра в Дубовой роще. Мастер спорта из Чувашии Виктор Семенов выиграл чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов. Он поставил новый мировой рекорд по спортивной ходьбе на 3000 метров среди атлетов старше 65 лет. Мастер спорта СССР признается, что с детства знал, кем станет. Подвижного и энергичного ребенка тренировал его старший брат Василий. На соревнования и Олимпиады братья ездили вместе. Все эти годы Виктор Семенович не переставал заниматься ходьбой. На недавнем чемпионате России в своей возрастной группе атлет прошел дистанцию в 3000 метров за 15 минут 24 секунды, улучшив при этом действующий мировой рекорд на 14 с небольшим секунд. Я стартовал, пошел-пошел, идет и пошел, и выиграл. Потом посмотрели, результат такой хороший в возрасте, 74 года. В этом возрасте ежедневно тренироваться невозможно, просто организм не выдерживает, поэтому я делаю паузы. Бывается, что иногда один день, иногда даже два дня приходится, потому что мышцы не восстанавливаются, болят, ничего не говорю, есть такое. Но терпеть приходится. Известный спортсмен работает тренером. За свою карьеру он подготовил 13 мастеров спорта, в том числе призера Олимпийских игр по легкой атлетике Елену Николаеву. Сейчас, по прошествию времени, Виктор Семенович убежден, тренируя талантливых молодых людей, он сам заряжается энергией. С Виктором Семеновичем я занимаюсь уже три года. За эти три года я успела выполнить норматив, кандидат в мастера спорта. Наш тренер очень грамотный, мне очень нравятся тренировки, они тяжелые и правильные. Он нам передает свой опыт. Занимать первые места в различных чемпионатах по сей день мастеру спорта помогает свой рецепт. По словам мужчины, в каждой гонке он преодолевает себя. Его внутренняя победа помогает ему побеждать и других. Ольга Семенова, Алексей Зотиков, Александр Атюков, Республика. Это главные новости пятницы, 23 апреля. Хороших вам выходных. До свидания.